Перед нашими глазами разворачивается битва Давида против Голиафа, биткоина против всего мира. И биткоин готовится шокировать мир в 2023-м. 2023 год наполнен страхами, жадностью, рецессией и войной, банковскими коллапсами и банкротством криптовалютных компаний, кризис ликвидности, кризис доллара, финансовый кризис, кровь на улицах, рецессия, которую мы не видели с 1929 года. Но биткоин готов шокировать абсолютно всех. И сегодня я покажу тебе, как. Если ты впервые на этом канале, меня зовут Богатейший Ди, и здесь мы говорим только о фактах из мира криптовалюты. Мы делаем все наоборот. Подпишись и поставь лайк. И начнем с двухдневного графика биткоина и красной, двухсотой средней скользящей. Биткоин только что преодолел ее. Это очень важный сигнал, которого мы достаточно долго ждали. В последний раз, когда мы были выше этой линии, в 2021 году, когда у нас была эта двойная вершина. Эта красная линия тогда была главной поддержкой. Но если мы посмотрим на каждый медвежий рынок и как мы выходили из этих рынков, то поймем, что эта скользящая и для медвежьих рынков очень важна. Мы выходили из медвежьих рынков только путем преодоления этой скользящей и закрепления выше нее. Это очень важно. Закрепление выше нее. И сейчас, прямо посреди хаоса, во время коллапсов банков и криптовалютных компаний, Биткоин тихо и решительно дает главный сигнал, главный поворот на рынке. Биткоин готов шокировать мир. В 2015 году, когда мы были ниже этой скользящей достаточно продолжительное время, и когда мы, наконец, преодолели ее и нашли поддержку уже на ней, посмотри, что было дальше. Биткоин сорвался с цепи. Это факты на графике, которые не лгут. Это не я придумываю, это вот прямо на графике. Это канал гаоса. Он сменяется красными и зелеными периодами. Когда цена входит в этот канал сверху вниз, это означает, что ее ожидает как минимум год падения и медвежий рынок. Когда цена выходит за пределы этого канала снизу вверх, происходит абсолютно противоположный процесс. И сейчас мы официально вышли за пределы этого канала снизу вверх. И даже получили один ретест следующей свечой. В последний раз такой сигнал мы получали в 2018. Вот здесь, после этого огромного падения. Мы также видели это в 2014, после такого же гигантского падения. И как ты видишь, цена сначала зашла в этот канал сверху вниз, что и привело к продолжительному медвежьему рынку. И только когда цена вышла за пределы канала снизу вверх и подтвердила этот выход ретестом, медвежий рынок закончился. И сейчас биткоин практически в том же моменте. Это затишье перед бурей. Но буря на этот раз не разрушительная, а созидательная. Биткоин готовится шокировать мир. Он готовится это сделать прямо посреди хаоса, протестов по всему миру. Войны, интенсивность которой превышает все, что мы видели со времен Второй мировой, банковского кризиса масштабов больших, чем в 2008. Все вокруг рушится, а биткоин готовится, готовится шокировать всех. Посмотри на это. Это общая капитализация всех криптовалют, включая биткоин, эфириум и другие альткоины, абсолютно все монеты на рынке. Это вершина бычьего рынка 2018-го. И вот где мы были в июне 2022-го. Это было первое дно. Второе дно было в ноябре 2022-го. И приблизительно тогда мы с тобой разбирали индикаторы и говорили, что дно было уже пройдено, либо мы были уже рядом с ним. Вот эта свеча в январе оказалась ничем иным, как свечой бычьего поглощения. И с тех пор мы видим, как биткоин уважает эту линию поддержки, которая в 2018-м году была линией сопротивления. Именно на этом уровне, в прошлом бычьем рынке, биткоин нашел свой пик в 2018-м и свое дно в 2022-м. На MACD мы видим крест снизу вверх. Это случается каждый медвежий рынок, когда биткоин достигает дна или находится рядом с ним. Посмотри на этот индикатор. Когда он красный, это медвежий рынок, но как только он зеленеет, это значит, что биткоин выходит из медвежьего рынка. И этот индикатор позеленел в конце ноября 2022-го. На индикаторе страха и жадности мы наблюдаем разворот после достижения этим индикатором самых минимальных значений в его истории. На хэш-риббонс появился сигнал покупки. В последние разы, когда он давал такие сигналы, мы видели 300% роста, 48% роста, 850% роста, 70% роста. Таковы факты на графике. Женщины врут, мужчины врут, все врут. Графики не врут. Биткоин готовится шокировать мир. Редактор субтитров А.Семкин